Здравствуйте, в прямом эфире студия репортера, ее проведу я, Константин Гречан. Сегодня мы вновь будем говорить о медицинской реформе и не только, но вот это действительно такая живет трепещущая тема, многие интересуются в принципе, что будет вот с нашей сферой здравоохранения в будущем. И вот мы у вас, уважаемые телезрители, сегодня спрашиваем, станет ли медицина более доступной. Если считаете, что станет, звоните по номеру 784-8081. Если считаете, что не станет вследствие проводимой реформы, звоните по номеру 784-8082. Телефон прямого эфира 34-92-58. Звоните, ставьте вопросы к нашим гостям студии, а к нам сегодня пришли Дмитрий Чапир, депутат Одесского областного совета, фракция «Доверяй делам». Здравствуйте. Ирина Ковалиш, депутат также Одесского областного совета, фракция «Оппозиционный блок». Здравствуйте. И Дмитрий Волошенков, бывший вице-губернатор, курировавший как раз вот вопросы медицины, а ныне представитель аграрной партии. Здравствуйте. Ирина, давайте вот начнем с вас. Вопрос не совсем по медреформе, но вот действительно то, что вы опубликовали, касающиеся наших областных дел больше, да, то, что вы опубликовали на своей странице в Facebook, что в областном бюджете вместо программы, принятой программы здоровья, появилась другая программа, рассчитанная на другой срок, на три года, а не на год, да, доступная медицина. Вот объясните, как так получилось? Ну, конкретно этот вопрос мы будем задавать на плановом заседании предсессионном директору департамента здравоохранения. Сессия назначена на 21 декабря, в рамках которой будут рассмотрены либо изменения в действующие программы всеобластные, либо вот утверждение каких-то новых. На сегодняшний день, хотя срок подачи проекта решения о новой введении вот этой новой программы доступной медицины Одессины на 18-20 годы был 23 ноября. На сегодняшний день на сайт облсовета данная программа не размещена, потому что документ по внутренней процедуре облсовета, программа отправлялась несколько раз на доработку, поэтому я пользуюсь только таким достаточно сырым вариантом, который есть. Непонятно, чем думает департамент здравоохранения, не предоставив депутатам отчет о выполнении программы здоровья, действующей программы. Напомню, что на протяжении всего года, особенно последнего полугодия, эта отчет по программе признается неудовлетворительным. Депутаты ставят двойку департаменту за тот отчет по плановым показателям выполнения программы здоровья, которая действует сегодня. Там направление и онко, там направление и какие-то редкие заболевания, там направление оснащения коммунальных учреждений необходимым оборудованием, в частности, скорой помощи. Ставим двойку, признаем неудовлетворительной. К сожалению, реакция губернатора на вот такой вердикт членов постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, которого возглавляет однопартиец Дмитрия Петровича Чепера Анатолий Садовник, губернатор пока не реагирует по каким-то причинам. Значит, предлагается в проекте бюджета на 2018 год областной, предлагается новая программа. Ее содержание оценивает департамент в 100 миллионов, планирует предоставить, выделить первичный, вторичный и третинный ривень оснащения медицинских учреждений, планирует закупить, частично обеспечить семейных врачей и фельдшеров сумками-укладками, при том сделать это на 168 ФАПов, когда у нас на сегодняшний день 505 ФАПов, но оснастить частично анонсированные губернатором вот такие экстренные отделения приемные, но не по всем ЦРБ, которых у нас 26, а пока только по 9 на следующий год. Ну и предлагается ряд инноваций в части телемедицины, по крайней мере все это пока еще в сыром виде, оно еще не ложится полностью в законодательную плоскость по так называемой медреформе в Захали, ну и пока непонятно, откуда будет оно 100% финансироваться, потому что пока еще не принят госбюджет, а это означает, что еще могут быть варианты, в том числе в части редактирования и этой программы. Но пока сейчас спешу успокоить жителей, может быть будет и такой вопрос у вас, парамедиков у нас пока в Одесской области нету, несмотря на то, что на законодательном уровне они введены, МОЗ, предлагая новинку, забывает внести соответствующие изменения в ряд подзаконных актов, в том числе по зарплатным приказам, таких изменений нет, поэтому в Одессе и в Одесской области полторы тысячи фельдшеров работают на прежние своих должностях. Дмитрий, вот ваше мнение и по самой программе, да, и вот по процедуре, как вот не очень, скажем так, прозрачно Ирина утверждает, что произошла замена программ одной программы на другую. Замена еще не произошла, в части программ на сегодняшний день действует программа здоровья, я вчера высказал свое мнение, будучи на комиссии по здравоохранению, у меня такое впечатление, что сегодня Департамент здравоохранения и комиссия по здравоохранению Детско-областного совета занимаются перетягиванием каната. Я не являюсь большим специалистом в сфере медицины, но я вам хочу сказать одно, что для меня является неприемлемым и непонятным то, что сегодня, на мой взгляд, то, что я вижу, я довольно часто посещаю комиссии по здравоохранению, то, что я вижу, то есть, как говорит Ирина, комиссия ставит, так сказать, двойки, недополучают информацию от Департамента здравоохранения, а Департамент здравоохранения ведет в свою очередь себя таким образом, говорите, говорите мне ваш разговор, приятель. То есть идет полное игнорирование рекомендаций комиссии, это видно уже невооруженным взглядом, это перерастает в определенный конфликт, и что самое плохое, это не может привести к хорошему, полноценному обслуживанию жителей нашей области. Ведь ни для кого не секрет, хотя мы сегодня говорим в прямом эфире, и нас слушают много жителей, многие чиновники, ни для кого из нас не секрет, если говоря правде в лицо, для нас медицина давно уже не является бесплатной. Мы все приходим в медучреждения, и кто на что вараз, как говорится, в любом случае мы оплачиваем какие-то средства, мы давно уже не получаем бесплатных медпредпаратов, хотя мы видим по бюджету, какое идет колоссальное финансирование как раз закупки бесплатных медицинских препаратов для жителей нашей Одесской области. И для меня сегодня тот факт, который показывает Департамент здравоохранения, игнорируя представителей региональных общин, общества, которое сегодня депутаты, как раз люди делегировали им свои властные полномочия, и когда мы не можем осуществить контроль, и у нас нет понимания с исполнительными органами власти, у меня создается такое впечатление, что задекларированная децентрализация на государственном уровне у нас почему-то в Одесской области начала плавно переходить в централизацию, когда орган исполнительной власти вообще не хочет слышать региональный парламент. И для меня это является тревожным сигналом. И мне не хотелось бы смотреть, опустив глаза своим избирателям, и говорить, что я не могу повлиять сегодня на те процессы, которые идут в сфере здравоохранения. Когда у нас в рамках программы, вот Ирина говорит, такие-то заходы, но у нас Департамент здравоохранения в рамках этой программы принимает решение своим наказом по переброске этих цифр. То есть задекларированные заходы, это еще не факт, что они будут выполнены. Сегодня у меня это вызывает, я мягко выражаюсь, волнение. Мы будем надеяться, что все-таки между депутатами и чиновниками будет нормальный диалог, потому что мы все помним, что было при губернаторе Саакашвили, когда просто деньги, даже были уже выделены деньги, но просто элементарно они смогли закупить лекарства. Я вам скажу, при Саакашвили, как бы сейчас на меня весь пятый этаж обл. администрации не ополчился, профильной комиссии было проще. Нам, по крайней мере, не мешали выполнять за обл. администрацию, за профильный департамент те функции, которые на нас возложили избиратели. Нам было проще, нам не мешали, нам не рассказывали, как делать, нас не слушали широко открытыми голубыми глазами, говорит, Дмитрий, а Васька слушает, да ест. Нам не мешали, нам удавалось многое сделать, переломать ситуацию в пользу для жителей области, как бы эта кровь и не звучала. Может, кто-то не интересовал вас здравоохранением? Ну, я не знаю, я не знаю, наверное, пиару это круче, чем медикаменты разбираться, что где как. Но Дмитрий говорит совершенно правильно, колоссальные деньги, бюджет областной и медицинский по-прежнему почти 2 миллиарда. Да, большая часть, две трети, это зарплата и коммуналка, но все остальное по-прежнему должно расходоваться. И наша функция депутатов, мы должны четко понимать, контролировать эти расходы, видеть, чтобы действительно объяснять людям, что куда идет. Этого пока нет. Дмитрий, вот смотрите, как я уже говорил, вы действительно занимались, курировали сферу здравоохранения в обл. госадминистрации, да, как вице-губернатор, по вашему мнению, областная программа, то, что я вот читал перед эфиром, правительственная программа, не областная, доступные лекарства, выделено в этом году 700 миллионов гривен, выделено. Регулярно слышал, читал информацию, что этих денег все равно не хватает, что все равно спрос превышает предложение. В следующем году выделяется 1 миллиард гривен. Как вы считаете, хватит ли этих денег, и вот как вообще, по какому принципу закладывается та или иная сумма? Я думаю, что, спасибо, я думаю, что постановка вопроса тут не совсем правильная, и позволю себе вас подкорректировать, я все-таки буду говорить не с позиции чиновника, который был связан с системой здравоохранения, а с позиции человека, который закончил медуниверситет, и потом какое-то, пусть и непротяженное время, работал в системе здравоохранения с 2005 года по 2006. Я могу вам сказать, что, как бы мы сегодня не говорили об реформе и каких-то конкретных вещах, связанных с Одесской областью, мы не можем Одесскую область рассматривать в отрыве от общей программы, которая принимается в стране. И о каком бы сегменте мы ни вели речь, мы сегодня все время опираемся в слово реформа. Дело в том, что сама реформа, по сути, медицинская реформа, которую сегодня предлагает исполняющая обязанности министра здравоохранения, это зловещая женщина-супруль, она является трагичной. И, к сожалению, очень скоро большинство жителей Украины это смогут на себе ощутить, не только через средства массовой информации или позиции экспертов, а каждый это, скажем, к сожалению, ощутит на себе, потому что так или иначе мы все подчинены законам биологии и рано или поздно обращаемся к врачу. Я думаю, что в основе любой реформы лежит некая модель, которая достойна того или может быть имплементирована в реальную жизнь. То, что предлагают сегодня, это нежизнеспособный механизм, который просто приведет к тому, что мы потеряем еще какое-то энное количество жителей Украины, среди которых в первую очередь пострадают слабо защищенные социальные люди. А почему нереализуемо? Нереализуемо, потому что у меня, вот я проанализировал, я буквально сегодня вернулся из Киева, я посмотрел нормативные документы, которые заложены в основу медицинской реформы, которая сегодня предлагается. Это некие куски, кусочки, срисованные, списанные с совершенно других моделей, которые органично не ложатся сегодня в ту изуродованную систему, которая сохранилась с советских времен в Украине. Мы сегодня донашиваем лучшую систему здравоохранения, и это мое мнение, и оно не только мое, которую я разработал, она носила свое имя. Это была система Симашка, она признана во всем мире как лучшая система, потому что в ней есть профилактика, в ней есть лечение. И он как автор, как композитор, когда ее создавал, он брал за основу многолетнюю систему земской медицины. То есть были некие формы, которые были опробированы. Сегодня то, что я вижу с акцентом на абсолютно, это не просто миф. Это, ну вот, вы можете спросить у людей, которые сегодня практикуют в системе здравоохранения, какая телемедицина. Телемедицина – это возможность коммуникации между медработниками, которые не видят друг друга из города, в селе или в районе. Ни один адекватный врач никакой диагноз через там телефон или гаджет не поставит. А сегодня это закладывается во главу угла о выделении денег, обоснащении. Я послышал эти emergency room в районах и все остальное, о чем мы говорим. Эти люди, которые об этом говорят, они вообще хотя бы один раз были в этих районах, были в этих больницах. Они понимают, что сегодня мы этой системой, даже те незащищенные объекты, которые есть и которые сегодня нуждаются, действительно мы должны сохранить систему государственного финансирования на этом этапе точно. Мы их просто оставляем, бросаем их на произвол судьбы. Они не смогут, они не могут перейти на такую дикую коммерционализацию, которую сегодня предлагают эти псевдоволонтеры, которые стали министрами. Вот вы сказали, что мы донашиваем старую систему, да? То есть, я так понимаю, все равно необходимости реформы она есть. Конечно. Правильно? Так что вы предлагаете? Каким образом пойти? Смотрите, сегодняшняя система реформирования должна в первую очередь лежать в плоскости программ. У нас были программы многолетние, которые работали на территории всей Украины, там скажем, отдельная тема детской смертности, новое життя, перинатальные центры. Эти программы вообще забыты, вычеркнуты и их нету. Все ситуативно. Давайте выделим деньги быстро, быстро эти деньги распилим на лекарства или на гемодиализ и все. И на этом все заканчивается. У нас сегодня, вдумайтесь, у нас больше 10 лечебных учреждений, которые находятся в Одесской области, такие как ТУП-диспансер, которых там у нас несколько в Белгороднестровске, в Одессе, Кожевен-диспансер, Центр переливания крови, брошены сегодня, в том числе и при участии областного совета, на просто самовыживание. Им сказали о том, что они сегодня становятся самостоятельными агентами экономической жизни. Но им будет там частично каким-то образом выполняться бюджет, причем на вопрос этих руководителей частично это как, им никто не может дать ответ. А у нас уже остается буквально месяц до конца года и начинается новый финансовый год. А это люди, это медработники, которые там работают, люди, которые туда приходят за помощью. Вот это сегодня вопросы, на которые нужно ответить сейчас, перед тем, как мы будем говорить о более глобальных вещах, то есть стратегическое планирование здравоохранения. Ирина, у вас есть ответы на эти вопросы? Дмитрий совершенно правильные вещи говорит, потому что на сегодняшний день большая часть жителей Украины просто не готова к так называемой медицинской реформе. Она не готова сугубо меркантильно по материальному положению своему, к сожалению. И в настоящее время мы очень много говорим о том, что денег на все нет. Это совершеннейшая неправда. С 2010 года, несмотря на рост цен, у нас объем финансирования по медицинской сфере в рамках области и страны в целом не меняет. И при рациональном подходе можно было бы спокойным образом гарантированное медицинское обслуживание определенным категориям населения, как оно сейчас прописано в Конституции для всех граждан Украины, оставить и сделать максимально бесплатно. Статья 49. А ее никто не отменял и отменять у нас не будет. Таких изменений у нас на сегодняшний день не предвидится. А это абсолютно антиконституционные намерения и действия действующей власти. То есть, если человек придет, с него потребуют деньги, он может на основании Конституции рассказать? Спокойно идти в суд и подавать на то или иное коммунальное учреждение. Однако у нас есть заложники, врачи, которые должны подчиняться и вынуждены это делать, подчиняться тем неумным действиям кабинета министров, Министерства здравоохранения. Я вначале сказала про парамедиков. На сегодняшний день Министерство здравоохранения в этой части даже не подумало о какой-то переходной период, какую-то процедуру, модель переходящую, чтобы действительно подготовить из фельдшеров, которые есть полторы тысячи, как-то их переквалифицировать в эту переходящую форму, вывести их к 1 января на тех же парамедиков, если МОЗ действительно хочет это реализовать. Опять-таки, нас ждет с 1 января 2018 года сюрприз в виде национального ПРЭЛИКу медичных послуг. Там медикаментифики, которые может каждый житель получать бесплатно или наоборот платно. И этот ПРЭЛИК уже по прогнозным показателям даже для скорой помощи будет невыполним. А это означает, что разница ляжет на карман пациентов, которые до сих пор в крайне удручающем состоянии, особенно в сельском местном жителе, это очень бедные люди. Что еще хотелось сказать о том, что, говоря о том, что денег нет, и мотивировка такая звучит в кабинете министров, на самом деле, если изучить проект государственного бюджета, то в нем уже заложен дефицит в 78 миллиардов гривен, этих денег уже нет. Но снимают непропорционально со всех структурных ведомств и министерств. СБУ профинансировано 100%, прокуратура 100%, МВД 100%, ряд силовых структур 100%, а как раз недобор идет 3 миллиарда снимают сельской медицины из 4, недофинансирование ряда программ, в том числе по деткам ДЦП и много-много-много других вопросов, которые нам, депутатам областного совета, надо будет подстраховывать и, к сожалению, исправлять ошибки государственных чиновников на местном уровне регионально. Дмитрий, есть в областном бюджете деньги, чтобы подстраховывать? На областном бюджете мы не выровняем существующие проблемы. И вот то, о чем говорили мои коллеги, знаете, у нас как в пословице, чем дальше в лес, тем толще в волке. Дмитрий правильно сказал, была система лучше, которой не было в мире. За 26 лет независимости эту систему ввели в такое состояние, когда каждый главный врач предоставлен сам себе, ну, по сути дела, врачей бросили на произвол. При нашей больнице, по сути своей, если кто-то находился там в районных, очень мало сегодня у нас объектов непосредственно здравоохранения, которые находятся в нормальном состоянии. Почему? Потому что никто этим не занимался. То есть всю эту систему, действительно правильную, настоящую, ее взяли в буквальном смысле слова переломали. На сегодняшний день нас переводят, кидают из стороны в сторону непонятными постановами Кабинета Министров, какими-то законами, которые противоположны по своей сути. Они не идут в разрезе решения, допустим, одной проблемы. Сегодня мы придем к тому, что в конечном итоге все наше здравоохранение ляжет на землю, можно так сказать. Что вот в разрезе районов сегодня, да, у нас есть ФАПы, амбулатории. Вот что будет, когда мы перейдем на инкоммертильное предприемство? Ведь никто даже не задает себе этого вопроса, каким образом. Тут у нас сегодня есть районы, в которых нету врачей. И сельские советы, села, в которых просто нету врачей, туда невозможно врача завести, потому что мало зарплаты, негде жить и так далее и тому подобное. Что будут люди, как они будут жить без медицинской помощи? Там не будет ни ФАПов, ни амбулаторий, если такую внедрят систему. Не в каждом селе, в Белгороде, нет аптеки. То есть сегодня, и что самое плохое, сегодня ответственности за принятие таких решений никто нести не будет. То есть не будет нести ни кабинет министров, ни исполняющие обязанности. У меня вообще, я не понимаю, как на протяжении такого долгого времени человек, исполняющий обязанности министра. Он принимает сегодня решение, он инициирует реформы, он даже не министр. Какую ответственность и на кого потом будет возлагаться вся эта ответственность? Ни на кого, а потом будем ее искать, как Ереська. А ведь это... Но политически сейчас сложно назначить, или как утвердить в должности такие назначения. Я просто, ну для меня четко, ясно и понятно, что есть проблемы экономики, да, там одно дело, когда какой-то завод в конечном итоге остановился, другое дело, когда мы сегодня играем, в буквальном смысле слова, жизнями наших людей, и пытаемся... Мне реформа здравоохранения напоминает игру в монополию. Но только за этой игрой стоят, за ценой этой игры стоят жизни наших с вами соотечественников, друзей, родственников и близких людей. Я считаю, что это непозволительно, если в ближайшее время не будут приняты какие-то кардинальные меры со стороны, ну сегодня президент должен реагировать на это, сегодня должен парламент на это реагировать, но сегодня должен быть совершенно другой серьезный подход. Потому что мы принимаем на сессии, некоторые наши депутаты голосуют, переводят предприятия из коммунальных предприятий в некоммерцины, то есть они их переводят в предприятия, которые должны зарабатывать деньги, по сути дела, но самого механизма до конца отработанного сверху нету, спускают команду, делайте. А зачем голосуют депутаты? Это уже вопрос тем депутатам, которые голосуют. Я очень уважаю, в том числе и оппозиционный блок, я был удивлен, вот те лечебные учреждения, о которых я вам сказал, они были с четвертого раза, был этот вопрос продавлен в областном совете, с четвертого раза в повестке дня, то есть понятно, что обычно председатель областного совета, так исторически и сложилось, это фигура, которая подотчетная и ставится Киевом, это администрация президента, это другая вертикаль, хоть они и называются советом, но это был нонсенс, я наблюдал за этим процессом со стороны, как человек, который близок к этой теме, и я был в шоке. Дмитрий, не давите на мозоль, потому что я очень резко высказывалась и в прямых эфирах, и на фейсбуке, потому что я не поняла всех своих коллег в части этого голосования. И я еще хочу сказать о том, что, конечно, мы можем долго говорить о медицинской реформе, мы можем говорить о так называемой медицинской реформе, мы можем долго привлечь к совести чиновников из Киева, которые вообще даже и только недавно получили гражданство Украины, у которых дети и учатся, и лечатся, и отдыхают за рубежом, и в соцсетях хвастают там Мазерати, какой-то суперпати на какой-то крутой яхте и так далее. Им до них призывать и к совести, к ответственности, как-то думать, что телемедицина это, ну вообще для сельской местности Одесской области, это, ну, наверное, четвертое тысячелетие в лучшем случае, можно как-то реализовывать. Их, ну, это бесполезно. По сути, только перевыборы по Верховной Раде могут изменить эту ситуацию. Есть один только вопрос, продержаться. Областные депутаты, я думаю, что Дмитрий поддержит, максимально наполнят нужным смыслом и социальную программу, и постараются переломать тоже непродуманные медицинские программы, которые под копирку областные чиновники делают в угоду ставленнику президента губернатору, и далее, чтобы те отрапортовали на Киев, что вот, вертикаль у нас соблюдена, вот это пока мы можем делать, а дальше сопротивляться в части и как бы включать мозг на парламентских перевыборах. Другого варианта нет. Я не согласен с вами полностью насчет перевыборов. Они ничего, как показывает практика, у нас в стране не решают, не решают у нас ничего перевыборы, потому что по большому счету приходят опять парламентарии, которые потихонечку внедряются в систему, и сегодня это не решение вопроса. Сегодня мы... Вы идете на баррикады, Дмитрий? Или что вы предложите? Но сначала будут выборы президента. Ну мы уже так в политику уходим, давайте все-таки... Ну потому что эти вопросы лежат в плоскости политики. Я хочу сказать, что некоторые политические силы по большому счету и раскачивают сегодня лодку под названием Украины в целях прийти к досрочным выборам для того, чтобы прийти к власти. Но вы знаете, сегодня, как показывает практика, то, что вчерашние оппозиционеры становятся властью, это не говорит о том, что существенно меняется жизнь для нас с вами, для народа. Это абсолютно не имеет ничего общего. Прийти к власти и привести к хорошему наш корабль. Это две разные вещи. Поэтому мне кажется, что надо сегодня приводить в соответствии то, что есть сегодня. Сегодня наши парламентарии, в частности от Одесской области, мы очень много часто видим политические заявления от депутатов горсовета, облсовета, районного совета и сельского совета даже. Но мы не видим, да, то есть каждый должен выполнять свои функции. Мы выполняем функции по защите интересов наших граждан при оставивании программ, при финансировании Одесской области. Депутаты от Одесской области в парламенте должны заниматься обращением к кабинету министров, к президенту. Они должны вносить законопроекты, а не депутаты областного совета или городского совета, стрибу пиарящиеся на изначально знающие о том, что они не решат эту проблему. Дмитрий, Ирина, мы сильно все-таки уже в политику уходим. Важные очень моменты. Вот сторонники реформы, к сожалению, сегодня у нас таким образом студия складывается, что сегодня как реформы нет. Да, нет, ну были, были депутаты городского совета, в частности. Смотрите, они утверждают, что как раз вот коммерциализация системы здравоохранения позволит вот изношенной собственно инфраструктуры решить. А вот для незащищенных слоев населения действуют же программы бесплатных лекарств, я о чем вас уже спрашивал сегодня, да, правительственная программа доступные лекарства, ряд вот местных программ. То есть, в принципе, эти люди не пострадают. Вот что вы можете им ответить? Это чистый миф. Дело в том, что если мы говорим о лекарствах, то только одна составляющая часть здоровья человека. Потому что кроме лекарств еще есть терапия, кроме лекарств еще есть профилактика. Потом этот перечень лекарств тоже составляют люди, которые закладывают свои коммерческие интересы тех предприятий, которые попадают в этот перечень тех, кто будет получать государственные льготы и кому будут компенсировать деньги за изготовление. Поэтому это не является какой-то панацеей. Это некий такой просто бренд, с которым носятся. Но проблема в другом, в чем я согласен с обоими коллегами, представителями хоть и очень разных партий. В том, что действительно здесь проблема находится в политической плоскости. Когда я слушаю выступление Розовощокова, премьер-министра, который подводит нас к мысли о том, что будущее Украины следующее. Лечиться и учиться смогут те, у кого на это будут деньги. А для всех остальных это будет недоступно. Это такая программа аурбанизации Украины. Будут вышитые рубашки, будет музыка, будут танки, все, но больше ничего не будет. Ни науки, ни качественного образования, ни качественного здравоохранения. Потому что эти две гуманитарные сферы, они являются базовыми, формирующими государства. Мы сегодня их теряем, еще и теряем ценой человеческих жизней. Вот в чем трагедия и проблема. Я попрошу режиссера сообщить не результаты нашего интерактива. Ну вот я смотрю, 6-6 только и так и осталось, да. 6% на 94, я думаю, не нужно объявлять, кто за что голосовал, да, станет ли медицина более доступна или 6% считают, что да, действительно. Люди боятся, к сожалению. Ну, комментировать тут что-либо излишне. Я вас благодарю, что вы нашли время, решили прийти к нам в студию. Спасибо. Я напомню, мы сегодня говорили о том, что будет с нашей отечественной системой здравоохранения. К нам пришли Ирина Ковалевич, депутат Одесского областного совета, оппозиционный блок, Дмитрий Чапир, депутат Одесского областного совета, фракция «Доверяю делам» и Дмитрий Волошенков, представитель аграрной партии, студию провел Константин Гречаны. Мы работали в прямом эфире, оставайтесь с репортером.